Меня зовут Дина Шавцова, я юрист. В течение уже лет 15 я занимаюсь проблемами религиозной свободы, реализацией права на свободу, мысли, совести, религии. Однако в данный момент я столкнулась с проблемой, не связанной непосредственно с реализацией данного права, но связанной с другим правом, которое также корреспондирует с правом на свободу религии и является одним из базовым в системе прав человека, в системе гражданских и политических прав. Это право на ассоциации. СУЗ-проблема такова. Не так давно в начале 2012 года я обратилась в регистрирующий орган, а точнее в тот орган, который на начальной стадии, до момента подачи на регистрацию пакета учредительных документов, согласовывает наименование. Это управление юстицией Мингорисполкома. Обратилась я в данный орган с вопросом согласования наименования, планируемой к созданию организации, некоммерческой организации, учреждения. Я подготовила ряд наименований, возможных для согласования, и, составив соответствующее заявление, подала его в регистрирующий орган. Однако, мое удивление было весьма большим, когда я получила отказ. Ни одно наименование согласовано не было. При этом, в качестве основания приводится тот факт, что якобы из наименования организации усматривается религиозная направленность ее действенности. Вот данный документ, который состоит из полутора страниц печатного текста. Перечисляются наименования, которые были представлены для согласования. И Управление юстиции делает вывод о том, что усматривается, что создаваемые организации будут иметь религиозную направленность. Таким образом, создание соответствующего юридического лица возможно в рамках нормативных предписаний законов Республики Беларусь о свободе совести и религиозных организаций. Надо сказать, что сама идея создания организации возникла не на ровном месте. Проблемами, связанными с реализацией права на свободу, религии, вероисповедания я занимаюсь уже порядка 15 лет. И, естественно, каждый, кто занимается той или иной сферой правозащитной деятельности и иной некоммерческой деятельности, понимает, что организация имеет определенный цикл развития. Невозможно получить какую-то идею и завтра побежать регистрироваться. Должна приобрестись как некая устойчивость этой деятельности, должна быть соответствующая мотивация, востребованность со стороны гражданского общества данной деятельности и определенных субъектов, в чьих интересах осуществляется защита, право изучения данного права. Я говорила, что для религиозных организаций очень очевидна эта ситуация, потому что белорусское законодательство, регулирующее действие религиозных организаций, предусматривает, во-первых, для того, чтобы эту деятельность осуществлять, ты должен иметь статус зарегистрированной организации. А чтобы этот статус приобрести, должно быть 20 человек. Из ниоткуда эти 20 человек не возьмутся. То есть они должны как-то откуда-то появиться. То есть в течение определенного времени из 1-5 человек должно набраться большее количество единомышленных, единомерцев, которые смогут впоследствии этот статус приобрести, если они хотят. Получив отказ в согласовании на именование, то есть на стадии еще до подготовки учредительных документов и подачи их для регистрации, обнаруживается некий фильтр на этих, так сказать, подступах к процедуре регистрации. И, насколько мне известно, общаясь с общением со специалистами, которые давно и предметно занимаются проблемами регулирования деятельности некоммерческих организаций, такая вот новелла в деятельности наших регистрирующих органов обнаружилась в течение последних полутора лет. Раньше некоммерческая организация в статусе учреждения регистрировалась без особых проблем. А на сегодняшний день по какой-то причине создаются такие вот странные препятствия. Таким образом, не получая возможность институционализироваться в своей деятельности, не имея юридического лица, соответственно, создаются такие искусственные препятствия для развития субъектов так называемого третьего сектора, который, в общем-то, в нормальном демократическом государстве всегда существует и всегда государство заинтересовано в его развитии, поскольку это один из моментов демократии, момент плюрализма в обществе и, соответственно, создание стабильности и демокирование определенной ответственности. Республика Беларусь достаточно давно ратифицировала Международный пакт о гражданских политических правах. И те права, которые предусмотрены данным пактом, они коррелируют и дублируются в нашей Конституции. В некоторых случаях в полном объеме, в отдельных случаях это в несколько предоизмененном виде. Но, тем не менее, непосредственно и пакт о гражданских политических правах, который является частью системы нашего национального законодательства в силу ратификации и, соответственно, нормы Конституции, закрепляют это неотъемлемое право граждан Республики Беларусь на свободу ассоциации. Таким образом, в данной ситуации, которую я рассказала, мы сталкиваемся с фактом ограничения данного права. Более того, я думаю, что даже это можно квалифицировать как нарушение права на свободу ассоциаций, то есть создание препятствия в регистрации субъекта, уже на более высоком уровне субъекта гражданских правоотношений в статусе юридического лица. Ну и таким образом, конечно же, в белорусской действительности при отсутствии такого статуса намного ниже возможности осуществления какой-либо общественно полезной деятельности. Конечно, эту проблему надо каким-то образом преодолевать, в том числе используя все возможные правовые механизмы обжалования такого рода решения и действий должностных лиц государственных органов. Ощущение создалось, потому что не я одна, там еще несколько моих коллег тоже подавали. Расфильтруют на стадию согласования. Заявление на согласование. Расфильтруют на стадию согласования. Расфильтруют на стадию согласования.